Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Что такое добрые дела в библейском понимании? Когда говорил о них Иисус Христос? И поступать по любви в посланиях апостолов? Что это такое и в чем разница? Что делать, когда мы с вами хотим сделать добрые дела? Не просто добрые дела, а именно так, как нас учит Господь. Сегодня я коротко расскажу про этот термин, чтобы, когда читаем, лучше понимать, о чем написано в Евангелиях, посланиях. Но в других записях я более детально расскажу на тему милостыня и добрые дела по любви более детально. В библейские времена, когда Иисус Христос говорил о добрых делах, все было совершенно понятно, особенно в иудеской культуре. Было совершенно понятно, про что именно говорили и что имели в виду апостолы и наш Господь. В наше время эти понятия немного стерлись, но не беда, мы сейчас немножко разберемся и приведем в порядок. То есть научимся правильно делать добрые дела, чтобы Бог Отец это видел и сам воздавал. И как написано в Нагорной проповеди. Добрые дела, сделанные Иисусу. Начнем. Термин «добрые дела». Мы возьмем за основу Евангелие от Матфея, 26 глава, 6 стих, когда Иисус был в доме Симона Прокаженного, в последний вторник перед распятием, когда к нему подошла женщина и помазала его миром. Начнем с 6 стиха. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алабастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, разумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищик всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедной Евангелия, сие в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, 6 по 14 стих. В 10 стихе Иисус сказал, «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня». И тут поговорим, что значит доброе дело. Тут произошло, что Иисуса помазали миром. И Он сказал, что доброе дело и защитил женщину. Доброе дело в той культуре – это дело, за которое воздает Бог. И дела делились милостыня и дела, сделанные по любви. Но дела, сделанные по любви, считались и засчитывались более ценными, чем милостыня. Именно в доме Симона Прокаженного и в доме Лазаря Иисус говорил о добрых делах, которые готовили его к погребению. Когда человек помогал другому в деле погребения его близких, это считалось доброе дело, сделанное по любви, за которое Бог Отец воздает. Воздаяние Бога. В той культуре были добрые дела, которые Бог говорил исполнять. А в Нагородной проповеди наш Господь вообще учит о том, как правильно делать, чтобы Бог воздавал. И Он это говорит не только о милостыне, но и о посте и о молитве. Да, можно давать милостыню, поститься, молиться и не иметь никакого результата. Здесь Иисус Христос учит, как правильно делать. Значит, иметь и ждать вознаграждения от Бога это нормально. В Матфея 6 глава стих 4 написано «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Матфея 6 глава 3-4 стих. Иисус Христос не учил, что нужно давать так, чтобы получить. Иисус Христос не учил, что нужно давать так, чтобы получить награду от Бога. Получить награду от Бога Отца это нормально. И здесь Господь учит, что можно давать милостыню и не иметь награды. Стих 3. «У тебя же, когда милостыню твою, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Друзья, мы так привыкли скрывать свои добрые дела, милостыни так, что достигли совершенства, даже от себя. И так, что и сами перестали даже обращать внимание на правильность этого дела. Мы закрыли свои глаза на то, что говорил Иисус Христос. Иисус Христос сказал, что Бог Отец воздаст. И прими это так, как есть. Бог воздает за милостыню. За добрые дела Бог воздает. Так вот, добрые дела. Самое первое доброе дело – это милостыня. То есть, не участие в проектах, а конкретно «дай финансы нищему». Именно финансы. Иисус Христос сказал, что нищие всегда будут, были в то время и сейчас есть. Не зря у Иисуса Христа был ящик с финансами для пожертвования милостыни. Да и нищему, тому, у кого нет на пропитании. Хочу выделить слово «нищему», друг мой. Но не выставляй на показ, особенно перед братьями и сестрами, перед теми, которые тебя знают или не знают, чтобы они прославили тебя за твою святую жизнь. Если они прославят, ты уже получил свою награду от людей, но не от Бога. Я хочу, друзья мои, выделить. Но награда все равно есть. Дела любви. Так вот, Отец Небесный воздает каждому, за каждую твою милостыню. Но есть более совершенные дела, которые Бог воздает. Они называются дела любви. То, что ты делаешь по побуждению любви, помощи. Они считаются более дорогостоящими в плане вознаграждения. И знаете, друзья мои, здесь вообще говорится о милостыне, о добрых делах. Это здесь обязательно нужно иметь план вознаграждения. Но вознаграждение будет или от людей, или от Бога. Если мы возьмем историю, происшедшую в доме Симона Прокаженного, то это было доброе дело, которое женщина делала по любви. И Иисус Христос не был против. Эти дела касаются не только финансов. Здесь уже любая помощь, которую ты делаешь, но делаешь по любви. Помните послание апостола Павла Коринфянам 13 глава? Она всем известная. Да, мы можем делать добрые дела и не иметь никакого плода. Но дела по любви. Что это такое? Друзья мои, это так просто. Поступайте так, как вам говорит Дух Святой. Он поступает и ведет вас только в двух направлениях. Дела любви к Богу и к ближнему. Пустых и грековных дел Дух Святой противится. Когда же вы пришли к Богу в искренней молитве покаяния, с верой в Иисуса Христа и то, что Он на земле сделал, Бог Отец принимает вас, очищает в своих глазах и наполняет вас Духом Святым. Духом Своим. И теперь Он вас ведет по жизни и говорит, что делать, а что нет. И эти все дела – добрые дела, дела любви. Сегодня, друзья мои, я коротко рассказал про этот термин. Но чтобы, когда читаем Библию, лучше понимать, о чем написано в Евангелиях, посланиях. Но в других записях я более детально расскажу над Ему милостями и добрые дела более детально и отдельно. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.